Алексей! День четвертый. Энергии полный заряд, начало дня. Посмотрим как батарейка израсходуется при окончании дня. Сегодня у нас 23 число. Сейчас я вот так вот сделаю. Это значит конференция. Конференция, которая проводится совместно с нашей любимой инвесопроводящей системой Skyway Capital. Вчера была первая часть конференции. В 8 часов утра мы провели для 80 словаков, чехов, венгров. Я думаю сегодня будет еще более такая грандиозная гаражная обстановка. Действительно как стартап, как вот Джобс собирал в гараже свои первые маки. Мы проводим конференции под проходящим поездом в замечательном ресторанчике в мосту. Да, в мосту и с названием Мимино, друзья. Тоже символично. Мы в Берлине на выставке на трансфер в Европе, но собираемся, друзья, в ресторане Мимино. У нас там конференция. Вот вчера там задавали вопросы, что вы нашли за подвал, там, что за это. Друзья, мы нашли то, что удобно недалеко от выставки. Мы нашли... Самое главное то, что происходит в подвале, какие идеи освещаются. Вы не представляете, что рассказал вчера Род Хук? Вот да, друзья, мы сейчас перед входом остановимся. Я просто хочу немножко акцентировать внимание на это. И с этого вообще начать сегодняшний день. То есть именно высказать, ну скажем, такое восхищение Родом Хуком, потому что вчера, когда заканчивали день, просто представляете, 70 лет. Он работает с такой энергией, с такой отдачей. Он общается, он рассказывает. Он боец на стенде настоящий. Да, он реально работает так, что к нам даже подходят и люди говорят, где вы этого нашли деда, который у вас работает? Я говорю, ничего себе дед. Друзья, это ничего, что это министр транспорта Южной Австралии, так, между прочим. Понимаете? А вчера, просто, ну, вы меня простите, знаете, как это говорит за мой английский, вот, потому что я вчера, когда трансляцию делал, я не до конца услышал, ну, что говорил Род Хук на своей презентации перед словаками. Ну, слышал-то, и вы, наверное, все слышали, Skyway, Skyway там, еще там что-то, ну, вроде как, ну, значит, про нас говорит. А потом уже, когда с Витей ужинали вечером, он говорит, ребята, вы поняли, что говорил Род Хук-то? Мы говорим, ну, да, что-то про Skyway, там все слова. И он нам реально это самое сделал, ну, перевод, включили запись, и он нам реально предал, друзья, это, ну, я просто про Рода Хука вчера посмотрел другими глазами, другими это. Он реально, ну, давай, Лёша, с тобой встанем, на фоне вот так вот, на фоне входа вы на транс, видите, чтобы было понятно, на транс мы подошли к выставке. Причем мы сегодня, видите, не так плотно, потому что у нас вчера 8 конференций, а в 11 часов здесь начинается самый-самый наплыв, поэтому мы сейчас приходим тогда, когда начинается просто вот пик прихода людей на это самое. И сегодня народу не так много, то есть мы вам показывали, видите, народ уже так вяло идет. И это будет очень показательно, что народу на выставке сегодня значительно меньше, это самое, чем. Но посмотрим, что, друзья, будет, в общем, на выставке и что на нашем стенде. Мы сами не знаем. В общем, вы помните, наверное, про освоение Сибири. Столыпин что сделал? Вот примерно то же самое желает сделать Ротхук и переселить всех людей, которые живут на островах, вынуждены ютиться на замечательных островах. Но Австралия еще более замечательна, просто нет инфраструктуры, которая сегодня может спровоцировать это переселение, создать комфортные для жизни условия работы и вообще вот как бы проживания для людей. Пишешь, что сказал. Так вот, как раз, друзья, Ротхук выступил с идеей о том, что Скайвейд может дать инфраструктуру и возможности для освоения глубокой части Австралии. И сегодня люди там, где живут порядка 300 миллионов людей в очень сжатых условиях, там в Индонезии, в Филиппинах нет территории. А рядом есть... Индонезия, это вообще сотни островов. Да, а рядом Австралия, где классная природа, классные природные ископаемые, все классно, но нет людей. Он говорит, ребята, давайте создадим условия для того, чтобы переселились и заселили этот остров Австралии. Он прям реально патриот этого дела, не то, что там Австралию для... Я хочу изменить ход истории Австралии. То есть вот примерно такие были глобальные слова, глобальнейшие слова, сказанные Ротом Хуком. То есть он не просто желает построить первый в мире адресный проект, он хочет переменить вообще ход истории Австралии и увеличить потенциал благодаря применению технологии SkyWay этой страны. И именно в SkyWay он увидел... Пойдемте тогда. Да, там висит трансляция эта самая. Висит? Ну да. Что, остановитесь, друзья? Нет, нормально. У всех висит или что слышно? Нет, нормально, видите как бы это... А, нормально идет, да. Ну это значит, кого-то зависло. Ну зависает, друзья, это ничего страшного. Интернет уж, давайте относиться к нашему младшему брату снисходительно. И это самое... Поэтому уж ничего страшного. Ну все, друзья, мы заходим в выставку. Видите, так сказать, это... Hello. Все, мы идем к нашему стенду. Вот, так что... И сейчас это говорит о том, что интерес вот и именно у паблик, паблик день, то есть к этой выставке не такой большой, потому что это все-таки выставка... Так, Леш, не сюда. Это выставка все-таки для профессионалов. Вот, и как раз для нас интересно, а как же наш стенд сегодня... И вы сейчас в прямом эфире увидите, как же все-таки наш стенд пользуется или не пользуется популярностью. Тоже с вами будем делать сейчас, скажем так, эксперимент. Что сказал Ротхук? Ну, друзья, мы, по-моему, с Алексеем уже два раза это повторили. Читайте или смотрите этот репортаж еще раз заново. Потому что повторять 10 раз одно и то же, ну, друзья... Мы хоть и можем, Слеша, вести по 8 вебинарам. Ротхук сказал, что он желает не просто сделать какой-то проект. У него цель вообще вот изменить ход истории Австралии. И осуществить переселение со всех близлежащих островов на Австралию. То есть это Индонезия, это Бали, это, соответственно, там Филиппины. Так, давайте мы включим сейчас внешнюю выставку. То есть вот-вот мы идем опять по очередным... Уже мало народу. Да, народу, как вы видели, значительно меньше. Вот просто... А сколько будет на нашем стене? Да, да, мы как раз это все подводим к тому, что в разы сократилось везде участников. Вот, и нам просто интересно, а как же в этом в общем падении вот так... Это что у нас? Французские, да, железные дороги? Да. Французские, да, видите, вот... Нет, это Дойчбан. А, Дойчбан, это немецкие, да? Видите, такая красотуля стоит. Вот. То есть те, кто смотрит наши репортажи, замечаете, наверное, да, что по сравнению с первым днем, еще, так сказать, народу намного меньше. Народу... Так, Леш, куда нам дальше? Вот куда, да. Куда, да? Точно наверх? Нет, не наверх, а для заворачивания. Ага. Леша уже лучше ориентируется на этой выставке, я еще... Ага, блин, 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 блин. Еще, так сказать, так-так до конца и не освоился. Вот. Ну, повторюсь тогда, наша очень... Да, кстати, Октоберфест, да, Октоберфест начался в Берлине. Все, кто приехали, естественно, мы сразу вам скажем, что мы тоже в нем обязательно поучаствуем. У нас завтра все-таки свободный день. Здесь фотографируются. Да, здесь фотографируются, мы тоже здесь фотографируемся. Леша, стань на фоне, так сказать, это. На фоне это... Как это называется? Да, друзья, в Минске будет вход свободный, все-все, как бы, можете не переживать. Вот. И мы улетаем из Берлина завтра ночью, поэтому у нас будет день еще... Так, тут про... Нет, Анатолий Дуарович вчера разговаривали, он не полетит, потому что, ну, можно, наверное, сейчас... Что это... Начался монтаж путевой структуры в Кмариной горке. И, естественно, что Анатолий Дуарович просто ни на секунду не может сейчас уехать с Экотехнопарка. Поэтому вы репортажи, наверное, уже видели с Минска, вообще с Белоруссии о том, что уже все готово, все идет. И как раз, друзья... Мы договорились... Где Тесла? Нет, стоит. Вот Тесловский автомобиль стоит прямо перед нами, видите, на выставку приехал кто-то. Маск приехал. Маск, ну, вроде вчера не подтвердили, что будет Маск, наши партнеры прилетают с Парижа. Вот. Вот, поэтому мы договорились, то есть мы постоянно с ним на связи, и отсюда я лечу через, я не помню, по-моему, через Копенгаген. А в воскресенье мы встречаемся уже с Анатолий Дуаровичем и с Родом Хуком в Минске. Так что еще обязательно дам вам репортаж из Минска. Вот. Как мы с Анатолий Дуаровичем по итогам там будем обсуждать, все делать, так сказать, это... Вот, поэтому... Поэтому расхожую такую вещь, это ее сейчас все используют, что когда спрашивают, как найти Skyway и на трансе, уже все отвечают однозначно. Везде стоят указатели, самый крупный стенд на выставке это Siemens. Поэтому все говорят, берите карту, ищите Siemens, и в 20 метрах от Siemens, между Hitachi и Kawasaki, стоит Skyway. Все. Это теперь наши, друзья, визитная карточка. Еще никто не знает, кто такой Skyway, но все знают, что это компания, которые находятся в 20 метрах от стенда самого крупного Siemens'а, и между Hitachi и Kawasaki. Я думаю, что, друзья, для этой выставки это уже не зазорно. Потому что это три крупнейших стенда, крупнейших, каждый из которых стоит не один миллион долларов. И у нас, конечно, маленький закуток, нас засунули в самый-самый дальний угол. Они думали, что тем самым или никто не пойдет, или никто не заметит. Но, друзья, реакция совсем другая. Так, монтаж путевой структуры начался уже. Да, друзья, еще раз, наверное, 33-й раз повторяю, что да, в Марьиной горке начался монтаж путевой структуры. И еще, друзья, акцентирую ваше внимание, если кто-то не заметил, или кто-то не смотрит репортажи, которые идут из главной компании, что начался монтаж путевой структуры, которая покажет пролет без вантовой конструкции 400 метров. Аналогов в мире этому нет. Потому что будет три пролета, четыре пролета, три. Два по 250 метров и один 400. Друзья, ни одна концепция компании в мире, чтобы вы понимали, такие конструкции может строить только вантовые мосты. Вантовый мост длиной 400 метров стоит миллиард долларов, чтобы было понятно. Естественно, что у нас в Экотехнопарке нету миллиарда долларов. Мы просто таких денег не собрали и не можем собрать. Но мы построим конструкцию, которая одним пролетом проходит 400 метров. И наш Юнибус, который здесь... Вчера мы провели следственный эксперимент, он рассчитан на 10, максимум 12 человек. Мы вчера, естественно, залезли в него 17 человек. Причем там были такие... Были такие концепты... Ну, люди намного крупнее, чем я. И мы с Алексеем вместе взятые. Мы залезли в 17 человек в Юнибус, подпрыгнули в нем. То есть это был эксперимент. Ну, естественно, сказали, строй Skyway, спасай планету. Поэтому это показывает о том, что он вместим. И более того, все... Эта запись, вы этот репортаж увидите обязательно, наверное, завтра или послезавтра. Уже с Михаилом Кириченко. И все отметили однозначно, что это комфортнее, чем в метро в час пик. Поэтому, когда говорят, что наши Юнибусы, они маленькие, потому что вчера на Алексея проводили эксперимент, подошла одна женщина, говорит, у меня муж 2 метра, а метр девяносто четыре ростом, как ему будет в Юнибусе, войдет ли он туда. Леша, у тебя какой рост? Метр девяносто шесть. Вот, Леша, метр девяносто шесть ростом, с сорок шестой размером ноги. Соответственно, мы его поставили, и еще было 15 сантиметров запаса у него над головой. Поэтому до 2 метров 10 сантиметров, в принципе, в Юнибусе будет людям ездить комфортно. Еще было очень много вопросов, почему там нет кресел, хотя там есть два посадочных места, где можно сидеть, но это для больных. Там надо там выйти немножко. Да, это самое было. Там два посадочных места для больных и беременных, там кто-то едет. А так, друзья, это новый концепт транспорта, это тоже надо понимать. Это переходит в новый пласт городского лифта. То есть логика. Вы же не хотите, чтобы у вас в лифте дома, где вы едете, стояло кресло. Зачем? Вы зашли, 2-3-5 минут постояли и вышли. Почему сегодня ставят кресло? Потому что вы перемещаетесь в метро иногда час, иногда 40 минут. 40 минут стоять тяжело. А если вы перемещаетесь 2-3 минуты, потому что скорость 150 км в час, вы считаете, что за 10 минут вы можете проехать 15 км. Это, по сути дела, из любой точки Берлина в любую точку Берлина. Но если еще с одной пересадкой, то это уже 30 км. Соответственно, таких городов не бывает. Поэтому можно и постоять. Вы зашли, встали, но это намного технологичнее, экономичнее и более функционально. Поэтому вы постояли, как в лифте переместились на 5-10 км, соответственно, вышли и поехали дальше. Это становится городской инфраструктурой. А с учетом, что это в 100 раз, друзья, в 100, не в 2 раза, не в 3, не в 5, не в 10, а в 100 раз дешевле метро, и может строиться сегодня в любой инфраструктуре городской, не нарушая, Сочи 145 км. Ну вот считайте, значит, вдоль всего Сочи вам надо будет ехать час. Значит, именно для Сочи, наверное, можно сделать с креслами или, другой вопрос, по этой же инфраструктуре ездите на юнибайках. Я не в байке, можно вообще ехать, так, знаешь, влево или вправо. Ну здесь уже народу чуть побольше, так сказать, как это. Вдоль всего Сочи 145 км, да, это самое правильное, значит, наверное, для таких будут разрабатываться специальные юнибусы. То есть, друзья, их будет очень много разновидностей, десятки и десятки разных вариантов, но на сегодняшний момент это создается именно как альтернатива метро. Трансмаш, вот, друзья, давайте Трансмаш Холдинг посмотрим на российская компания, которая собирается, вот наглядный пример. Трансмаш, видите, как народу сколько. Это вот, друзья, инновационное метро. Еще раз показываю вам стенды, видите, сколько места. Я понимаю, в чем инновационность метро, друзья, вот на эти вопросы вам ответить не могу. Просто я вам стенд показываю, сколько народу. Видите, то есть, по-моему, здесь только сотрудники разговаривают сами с собой. Понятно, наглядно, да? То есть, это мы с вами просто случайно прошли мимо российской компании Трансмаш Холдинг, которая какие-то там инновационные делает, ну, вы видели там какие-то паровозы, трамваи, и видели сколько народу, да? То есть, причем, друзья, мы сами сейчас не знаем. Мы, может, придем, сейчас там тоже один Бабурин стоит, и, в принципе, больше никого нет. Ну, значит, скажем, что и у нас никто сегодня не пришел. Вот, поэтому это, друзья, мы делаем с вами сейчас эксперимент. Так, Леша, мы куда? Видите, мы уже четвертый раз на выставке, и что-то мы как-то опять... Так, Леша, ты точно знаешь, куда ты идешь? Ты куда повел? Сусанин. Я-то в перископ говорю, я не это самое, а ты куда ведешь? Родителей Бабурина нет сегодня, чтобы они нас с тобой... Сейчас найдем, мы вчера это не там шли. Нет, тут кто... Вот это, друзья, про Hyperloop, для тех, кто не знает, или для тех, кто вообще не в нашем информационном поле, по всем чатам, по всем ресурсам. Вчера был репортаж с Михаилом Кириченко, который снял все стенды Hyperloop и сделал очень классный репортаж. Зачем нам 10 раз это повторять? Мы специально, когда Михаил все это снял, сделал это, поэтому, если вам что-то по Hyperloop, зайдите к Михаилу Кириченко и посмотрите репортаж. Потому что вот этот деятель... Там видео в 20 минут, точно. Видео в 20 минут, поэтому... Леша, что выключаете? Леша, ты четвертый раз на выставке, и Леша опять заблудился. Сложно ориентироваться. Ну как сложно, Леша? Я-то репортаж веду, а вот ты куда завелся? То есть, друзья, мы благодаря Алексею Суходоеву еще раз посмотрим всю выставку, я так понимаю, все 25 павильонов, потому что Леша нас завел опять непонятно куда. Без обид. Нет, друзья, как раз я про Hyperloop, я акцентировал внимание, что если кто не видел, кто не слышал, вы... Леша, там надо было идти вдоль поездов в Сименсу. А мы не было красного поезда. Причем здесь красный поезд. Вообще-то нам надо было вдоль рельсы дозайти, да это самое, до... Вот. Ну ладно, друзья. Мы с вами все равно ходим по выставке. Благодаря Алексею мы сегодня еще больше с вами посмотрим выставку. Так что это все тоже нормально. Идите. Так вот в том-то и дело. Я как раз Алексей... Леша, тебе уже из перископа подсказывают. Ищи Стэн Сименса. А Леша что-то, так сказать, это... Он уже, знаете, ориентируясь, что он четко знает, как... Так, а подвижной состав, когда поедет. Друзья, я, конечно, люблю, когда мне 50-й раз задают один и тот же вопрос. Если вы что-то слушаете и смотрите, то мы всегда говорим, что прямо с инотранса мы едем на неделю выставки в Минск, на транспортную выставку. И после этого сразу идет уже в Бариену горку на полевые испытания. Ну вот, наконец-то. Теперь, друзья, еще раз в прямом эфире показываю, чтобы это не выглядело как-то голословно, о том, что... Вот стенд Сименс. Это самый крупный стенд. Вот мы вдоль него идем. Только площадка здесь стоит 2 миллиона долларов. Это самый крупный. То есть, видите, народ ходит. Потому что здесь, как всегда, что-нибудь наливают опять. Вот. Поэтому... Вот это все Сименс. Видите, и туда Сименс, и сюда Сименс. Это самый крупный стенд. Вон барная столка. Видите, официант ходит. Hello! Вот. Это все Сименс, друзья. Так сказать, это... Дальше, вот я показываю Хитачи. Еще второй этаж. Да, еще второй этаж у них там есть, видите. Дальше Хитачи. Вот он тоже павильон идет. Ну, можете по народу сравнить, как, что. Хитачи групп. Вот, так сказать, это... Дальше Кавасаки. Видите, друзья, то есть никаких... Это я вам прямо в прямом эфире показываю. Никаких нету. Да, вот, друзья, крупнейшая турецкая компания. Стенд. Смотрите. Я вам показываю. А у нас? Вот, видите, вот стенд. Это наших соседей турецкой компании. Посмотрите, сколько народу. А у нас? Я специально пока не показываю, сколько у нас. Посмотрели, друзья? Вот Кавасаки. И подходим, друзья. Так, вот еще французские дороги. А вот теперь, друзья, мы подходим к стенду Skyway. Видите? Это наш закуток. Всем привет. Всем привет. Привет, Сережа. Привет. Доброе утро. Доброе утро. И вот посмотрите, наш маленький скромный стенд. Нам здесь сегодня целый день придется толкаться. Я при увеличении могу сказать. Строй Skyway. Спасай планету. Правильно. Ну как, друзья? Здравствуйте. Можно с вами сказать? Обязательно. Сегодня и сфотографируемся. Просто мы в прямом эфире. Мы сейчас прошли по всем стендам. Особенно впечатлил наш стенд соседей. Вот этих вот. Видите? Друзья, где? Привет. Видите, еще раз. Теперь, друзья, для сравнения. Вот стенд подвесной дороги. Видите? Вот она летает. Она ездит. У них все круто. Кока-колу дают. Стоит. У них столики. У них это. Вот кабинка стоит. Еще раз, друзья. Чтобы вы это в прямом эфире видели. Чтобы не говорили, что мы что-то делаем так. Видите? Кабинка стоит все. Стенд какой. Народу видите сколько здесь? Офигеть просто. Барная стойка есть. Все есть, друзья. А вот теперь переводим камеру на Skyway. Вот это наш закуток Skyway. Вот тут теперь вы видели всю выставку. Вы видели все, так сказать, как это. Рот. Рот. Два слова. Хэллоу. 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 Великобритания. День 4. Мы все равно идем сильнее. Молодцы. С Маргаритами, да нет? Маргарита. Ура! Два эфира. Два эфира встретились. Два эфира встретились. Ура! Давай. Всем привет. Так, здравствуйте. Да, здравствуйте. Всем в прямом эфире. Всем в прямом эфире. Оскар. Я вас приветствую. Это наши германские друзья. Да, это тоже. Да, вот сегодня еще подъехали. Здравствуйте. Яков. Здравствуйте, его сын. Очень приятно, да. Ну вот, мы просто показываем. Мы сейчас сравнение проходим. Сколько на Кавасаке, сколько у наших соседей подвесной дороги. И здесь у нас, видите, друзья. И вот так вот. Это только начало. И так вот, друзья, что-то мне подсказывает. Будет сегодня целый день. Мы сейчас прошли несколько стендов, показали стенд Трансмаш-холдинга. Прям зашли, поздоровались. Там два человека, сотрудника. Уважаемые люди. Уважаемая компания. Потом подошли к Кавасаке, посмотрели. Я говорю, ну а теперь с замиранием сердца придем, а на Скайвее никого нет. Один Бабурин. Один Бабурин и компания. Ну вам тут не сахар, да? Ну, знаете, оно того стоит. Ну вот, друзья, еще раз посмотрите, чтобы вы понимали. Я сейчас пройду по нашему запутку. Видите, протолкаюсь между людьми. Hello. Здравствуйте. Здарь, сэрка. И вот так просто мы тут чуть-чуть еще в этом, в перископе. Подожди, пойдем. Да, это наш, видите, юнибайк. Люди сидят, катаются, смотрят. Hello. Можно поднять этот, отодвинуть туда. Вверх, вверх. Да, вот это потянуть на себя, вот это вот с тобой. И вверх толкнуться. О, о. О, видите, народ. Вот, можно это закрыть. Видите, человек катается в юнибайке, примеряет себя, так сказать. Все. Нет, почему-то вот сюда вот нажимать. Да, да, да. Сейчас поверху. Да, да, да. Видите, народ катается, народ, так сказать, как бы это... Испытывает юнибайк. Вот. Ходят, фотографируются. Вот, вот наш юнибус, тоже пользуется популярностью. Hello. How was me? How was you? 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 Ну вот, друзья, сейчас мы вам покажем закрома. Это у нас тут техническая коморка. Михаил, уже... Мы в прямом эфире. Да. А я не застегнут, извини. Это мы, друзья, в подсобке. Вот, Никита. Это тот таинственный человек, к которому все спрашивают, сколько человек снимают эти мои видео и прочее. Вот снимают всегда один человек. Вот он. И вы видите, в каких условиях тут вот мы все сидим, видят, так сказать, эта коморка. Вот еще один отсидит, сотрудник, видите. Страна должна знать своих героев. В подготовленном рабочем месте, видите. Конечно, обязательно, обязательно. Не-не-не-не, обязательно. Поэтому, друзья, работа идет. Вот это самое. И все, что вы видите, это делается вот этими людьми. Это делается вот в таких вот условиях. Поэтому, все, друзья, это я сзади Юнибуса, видите, так сказать, между... Вот мы его обходим. И выходим с вами опять на наш стенд. Вот. И вот вы теперь сами, своими глазами, в прямом эфире посмотрите на выставке, к чему у кого есть интерес. Клинчина? Да, да, да. Я с полуше. Там же блюта. Very good. Знаешь? Да, конечно, знаю. Очень приятно. Ну вот, друзья, давайте я сейчас еще выйду и будем вводную часть заканчивать, потому что очень много встреч, очень много людей, которые живут. Видите, вот тут идет фотографирование с Родом Куком. Он у нас звезда. Алло? Я? Да, да. Вы в Перископе, в прямом эфире. Я? Все. Привет всем. Всем привет. Ну вот, друзья, наверное, составили представление, да, что ходим мы здесь все боком, толкаемся. Да, вот Перископ с Перископом. Перископ с Перископом встретились у нас. Древние две трансляции. Маргарита Медонецкая. Медонецкая, да, так сказать, это. Так что... Ну вот, друзья, сейчас я отойду чуть-чуть, чтобы, так сказать, это как бы можно было встать и завершить. Привет. Вот. Ну вот, друзья, наверное, какое может быть еще доказательство? Вот еще раз я вот стою на счет... На это самое уже видно наш стенд. Друзья, вот видите, вон народ. И туда еще уходит за стенку. И вот стенд канатной дороги. Французской железной дороги с экранами, инновационно, с баром, с Кока-Колой. С этой самой... Вон один сотрудник сидит в кабине. И, друзья, у нас. И вот так вот... Причем это еще не наплыв, это еще только начало. Экспозиции. Вот. Мы будем постоянно включаться. Поэтому, друзья, мы, конечно, специально вам это показали. То есть, видели съемка, люди ходят. Это самое. Поэтому нам задают такие вопросы. Что же у вас такие за маркетологи, которые могут обеспечить приход такого... Где, когда... Видите, уже... Вот если посмотреть, народу значительно... Я просто панораму покажу. Вот. Видите, народу... Значит, вот даже наш любимый Kawasaki Japan. Вот, видите, стенд. Вот. Огромнейший стенд. Экраны, модели, сотрудники. Видите? Для сравнения. И теперь еще раз переведу экран. И вот Skyway. Видите? Причем у нас там 50 квадратных метров. Мы там все-все толкаемся, все делаем. Все, так сказать, это... Вот, друзья, это, наверное, как одна из очень таких наглядных оценок. То есть, вчера Анатолий Дович спрашивал, а дадут ли нам какую-нибудь грамоту хотя бы? Или за то, что мы писали? Конечно, дадут. То есть, мы вошли в топ 60 компаний. Из 2670 компаний, участвующих на... Сделали топ 60. И мы туда вошли. Там будет фотография Виктора Бабурина, Рода Хука. Вот. Так что, это тоже такой... Наглядный. Когда этот справочник выйдет, мы его тоже обязательно покажем. Именно по результатам инотранса. Все-таки, друзья, из 2670 компаний участвовать в... Попасть в топ 60, это все-таки уже оценка. Это раз. Ну и второе, друзья, вот еще раз вам покажу. Турецкие железные дороги. Стенд. Вот видите, я рядом стою. Стенд турецких железных дорог. Они у нас застают. И вон сотрудники. Видите, так сказать. Место. Столики. Это прямо от нас. Видите, вот мы стоим, а вот они. Хорошая оценка. Хорошая... То есть, друзья, для сравнения, я немножко отошел от нашего стенда, потому что там, ну, во-первых, невозможно все подходят, как вы, здороваются. А во-вторых, это для наглядности. И вот, друзья, это оценка нашего участия. И это прежде всего наглядно. Мы специально это вам показали для начала. Показали в прямом эфире. Показали всю выставку. Как говорится. То есть, вот я еще раз подошел к Хитачи. Видите? Вот Хитачи. Видите? Вот стенд. Вот этот мировой концерн. Мировая самая барная стойка. Вот это. И вот количество людей. И вот это, друзья, если кто-то скажет, что это не оценка и не результат, то я, друзья, просто не поверю. После этого можете говорить, что угодно и как угодно. Ну вот, друзья, давайте для начала, я считаю, первый репортаж такой весьма у нас получился очень хороший. Благодаря тому, что Леша опять заблудился, мы все-таки показали вам больше места для этого. Вот. Еще раз включу. Обойду выставку турецкой компании. Она между нами и Хитачи. Видите? Дуримар какой-то там. Вот. Видите народу как? Офигеть просто. Какой интерес к этой выставке. Видите? И места сколько. И оборудовано как. Все очень здорово. А теперь вот, вот, стенды. А теперь переводим на Skyway, друзья. А вот добро пожаловать в Skyway. Добро пожаловать. И всем большой приветствия. Да, друзья? Это вот мы немножко еще раз заходим, так сказать, на эту стенду. И если скажите, что это кого-то не впечатляет, друзья, я вам все равно не поверил. Привет. Здраво. Как она? Ой, very good. Very good? Ну все, друзья, давайте на этом первый репортаж будем заканчивать. Потому что надо все-таки еще чуть-чуть и работать. Не только перескопиться и стримить. Все, друзья, давайте до следующих репортажей. Сегодня у нас будет несколько больших делегаций. Важных будем снимать, показывать. Ну, в общем, как всегда, рабочий день. Все, друзья. Строй Skyway. Так, просто поприветствую. Алексей, это вот агентство бизнес-проектов. Мы вам про него много рассказывали. Мы с Алексеем Суходой уже четвертый месяц ездим. У него это вот руководитель Алексей. Это участники. Всем привет. Ну вот он приехал к нам на стенд, на выставку. Вот мы пишем с ним. Вот сейчас репортаж, интервью. Потом еще Михаил Кириченко. Это наше Skyway TV. Вот, обязательный репортаж. Просто, как бы, такой первые там два хотя бы слова увиденного от того, что как это, как впечатление, как это самое. Я специально не отходя от кассы, чтобы прям, как называется, с горячих, по горячим следам. Четыре месяца мы об этом только слышали. Сейчас представилась такая возможность появления в центре Германии, в столице Германии. Именно увидеть образцы, увидеть именно там, скажем, что на байке, увидеть то, чем занимаются люди уже достаточно долго. То есть, транспорт будущего, мы скоро будем ездить, но что скоро будем в Низенка ездить, так быстро летать, так сказать. Поэтому все очень впечатляет, все очень профессионально сделано. Очень много людей на стенде, которые радуют, так как именно российский ученый сумел создать то, чем сейчас появляется весь мир и все люди, занимающиеся транспорт. Отлично, Алексей. То есть, вы теперь видите, то есть, это наш коллега, партнер, который вошел в проект, который является и инвестором уже Skyway, и партнером с точки зрения именно агентства. И благодаря ему, то есть, у нас приходят сегодня очень и очень серьезные лидеры, серьезные инвесторы. Это действительно так. Это, можно сказать, благодаря Алексею очень системная такая работа. Он убедил нас, что для немцев надо все обстоятельно, все показывать, рассказывать, делать. И большое спасибо, Алексей, в прямом эфире. Спасибо. Так что, вчера родился хит здесь, мы его везде показываем. Он был вице-губернатор Челябинской области, я как-то, Ислан Кагиров. Он посидел, он такой известный человек в России. И он посидел в юнибайке, и когда вышел, я говорю, говорит, год назад мне отдавали журнал, и я видел Skyway. Но тогда не впечатлился. Я говорю, а сейчас мы вам более доказательное все доставили? Он говорит, вот что более доказательное. Он постачал по юнибайкам, и это прям было, так сказать, вот это хит. То есть действительно, Ислан Кагирович сказал, сам того не ожидая, и сказал, вот что убеждает. Я не говоря уже, там, вы видите Симонса, говорит, я обязательно приеду к вам на Минску, на Рину горку, когда будете испытывать. Ну, услышал, что будет пролет 400 метров, здесь будет форма. Он говорит, я хочу это уметь. Три раза спросил, откуда вы играете? Он говорит, с Белоруссией. Еще раз, он сидел, говорит, да, говорит, какая, где, как вы с ними? Белоруссия, он говорит, там, активность. Так что, ну, сейчас мы там это запишем интервью, Алексей, а потом Михаил Кириченко, то есть это наше ТВ уже. Потому что из этого репортажа, ну, просто, Алексей, ты в наших кругах весьма известная личность. О тебе очень много говорили, очень много об агентстве рассказывали, так что я могу сказать. То есть вы, друзья, помните, да, что мы каждый месяц с Алексеем ездим на заседание клуба, вот, там всегда собираются очень интересные люди. Один репортаж, вы последний видели, кстати, за этот вопрос, кто там так активно был против, как. Алексей говорит, вы не переживайте, он еще будет одним из самых активных наших инвесторов. Просто человек активно так выражал свою позицию, что тоже нормально. Ну, тогда это сейчас шутит, а потом еще вернемся. Ничего, потом поговорю, ладно? Так что, друзья, там сейчас пишется интервью со всеми. Я могу поснимать, когда-то что-то. Я могу приехать, но у транспорта, который действительно на сегодняшний день показал свою фиаско, нет средств и нет финансирования. Потому что я наблюдаю, что больше всего радует меня, я всегда за объединение сознания, за объединение технологий и за объединение человечества. И, конечно, я наблюдаю, что на наш стенд подходит представитель Сименс, подходит представитель Айпи-Кул. Для меня это показатель, что люди начинают понимать, у нас нет конкурентных технологий. На сегодня никто не мешает Сименсу начать размещать на своих заводах производство юнибусов. Потому что на сегодняшний день наверняка юнибусы ведут вперед. Это будет такой прорывной скачок, когда весь мир захочет строить у себя эти дороги. И все те, кто на сегодня занимался железнодорожным транспортом, мы с ними лучшие друзья. Потому что у них производство, на которых можно размещать те уникальные и грандиозные дороги, которые мы с вами пытаемся строить. И от управляющего совета, от совета... Так. Сделайте, сделайте. Готов. Давай высыпки, давай включим, я просто держу. Как-то непривычно, потому что я что-то уже в последнее время беру этот период. Друзья, конечно, выставка впечатляет, если вы, как несколько подводя итоги. То есть многие видели все это в репортаже Мухаила и Перискофе. Я просто несколько вещей, которые действительно впечатлили, которые, ну, скажем так, ради чего мы приятно. Начну вот с сегодняшнего захода. Мы с Алексеем зашли, прошли по всей практически выставку, чуть-чуть заблудили. Ну, благодаря этому показали больше чувств. Друзья, она значительно опустела. Мы показали стенды, показали вот Дуримар, вот этот соседний. Стенды, он больше, там, кока-кола, чай, кофе, столики, стулья. Но стенд пустой, никому нет. Здесь вот сейчас разговаривали, позвонил Антон Голдович, юнистик, и говорят, как у вас там? Я говорю, ну, у нас мы тут ходим, толкаемся боком, потому что народу много. И это главная оценка как раз того, что здесь происходит. А если говорить о таких знаковых событиях, много уже говорили, я просто при этом присутствовал, когда пришел первый вице-президент Симмонса, к Виктору сделал презентацию. И на него было шоком, когда он, сидя в юнибайке, постучал к нему, говорит, ну, макет хороший, а когда сделаете действующий образец? Он говорит, ну, в принципе, этот образец через две недели встает на испытание. Для него, как для профессионала, это был шок. Он сразу вышел, говорит, а юнибус это что, тоже действующая мобильная? Он говорит, да, это, он говорит, а какие вы можете делать пролеты? Это промышленные образцы они действуют? Да, это промышленные образцы, а не макеты, которые привезли на выставку. Он был поражен. Ну, и в следующий момент, он три раза спросил, вы откуда компания? Ну, три раза пришлось повторять, что это из Белоруссии. Вайс Руслан. И когда он сказал, какие вы пролеты будете делать? И Виктор сказал, что 400 метров пролет, который уже монтируется. Он третий раз спросил, откуда вы, и сказал, я обязательно приеду это посмотреть. Вот это, друзья, оценка профессионала. И, соответственно, еще очень важный момент, который он заметил, он задал Виктору вопрос, за сколько вы сделали эту машину? Ему пришлось собрать Виктору, потому что если бы он сказал, что за 4 месяца, он бы посчитал, что они сумасшедшие, просто обман. Поэтому он сказал, что за год, ну, пускай нас за эту небольшую неправду нас простят. Потому что спроектированы, изготовлены эти обе машины за 4 месяца. А сейчас, друзья, нам много говорят, идет монтаж уже путевой структуры. Буквально в ближайшее время вы увидите их уже в годовые испытания. И еще один хит, который я не могу не сказать, вчера это было в Перископе, в прямом эфире. Это высочайшая оценка того, что произошло. Был вице-губернатор Челябинской области. Руслан-то, посмотрел, посидел, потом непроизвольно получилось такая вещь. Он говорит, я знаю ваши технологии, мне год назад показывали проспекты, я не поверил. Я ему говорю, ну, а сейчас Руслан-то, поверил, убедительно, он постучал по ини-байке, говорит, вот что убедительно. И это, друзья, настолько было показательным, и для этого все это делалось, и это, друзья, уже сделано. Трудно сказать, что мы теперь что-то обещаем, мы это сделали. И Анатолий Дмитриевич звонит очень часто, он сейчас на монтаже, поэтому, к сожалению, он не может здесь присутствовать, хотя место его здесь. Но Ротфук, конечно, просто не могу не высказать ему свое восхищение, как он работает, как он общается с людьми. Вот поэтому, друзья, я могу сказать, что это наша общая победа во главе с Анатоли Дмитриевичем Ильиницким, и это то, что дальше будет только развиваться и только усиливаться. Спасибо большое. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте Международной группы компетенда. Скайвей по адресу rsv.definestystems.com. Поддерживайте наш проект, и тогда вы все вместе с нами, как мы здесь в Германии, поймете, что свой самый главный труд всей жизни Карл Маркс когда-то посвятил компании Skyway Capital. Стой, Скайвей! Спасай планету! Скайвей! Круто! Вот такой посыл. Миклеэл, будет круто. Ну вот, друзья Видите, какое-то Получилось Красиво Это такое импровизированное интервью А это еще все в перископе Так что всем Всем привет Всем привет Всем привет Так что, друзья, видите Обстановка просто замечательная Настроение у всех просто праздничное Вот, поэтому Давайте я сейчас уже несколько Это very nice Я читала и смотрела и все Поэтому, друзья, это не какое-то записывание Просто вот люди ходят Опять же, еще раз покажу, видите Я люблю это показывать Сегодня целый день будем включаться Друзья, вот он наш стенд, видите, вот люди Вот наш стенд Привет, Лад Видите, наш стенд И вот стенд заканчивается И вон наши соседи, видите Вот, еще раз пойдем покажем турков Любим их показывать Друзья, еще раз в прямом эфире Видите, вот он Отличается по народу, да Вот канатные дороги И вот наш стенд Здравствуйте Ну и скажите, друзья, что это не впечатляет, да? Это впечатляет Это так впечатляет Так что это вот, друзья Ну вот это Еще небольшой вам отчет О том, как идет работа Как идет, так сказать Самое так, что Можем единственно все подтвердить, что работа идет Ну все, друзья, давайте Просто надо еще очень много общаться Много работать Так что все интервью будут Репортажи будут Будет полное освещение Это просто, чтобы были такие зарисовки Чтобы вы понимали, что здесь идет Как идет И как вообще работает стенд Skyway Можно сказать Очень спасибо Работает очень активно Все, друзья Извините, надо работать Так, приветствую Друзья Еще Одна Трансляция Перед завершающей Такой То есть у нас, как всегда Пол шестого Будет подведение итогов Из персонального Теперь уже Юнибэга Вот Юнибайком он сюда приехал Но после того, как Было решено, что в него Будет установлено Такое количество Инноваций Начиная от бортовой системы Ватсон И кончая Экологическими системами Вырабатывающей кислород И все остальное То он у нас сразу Из Юнибайка Стал очень серьезной машиной Юнибайка Я выходил сейчас С партнером На территорию Выставки Там определенная встреча была Сейчас возвращаюсь обратно И включил Только для того, чтобы Сейчас буду проходить Еще по всей выставке Просто, чтобы дальше было впечатление У вас Как Как все это проходит Народу стало Прямо Разительно меньше То есть Уже Выставка Ну фактически завершает Осталось 2 часа до закрыта В 17 часов Она закрывается Вот Соответственно Видите Это еще один Стенд Так Это у нас кто стоит КАФ Скоростные железные дороги Вот Ну тут оказывается У Тошибы Есть еще один То есть Мы находимся У одного стенда Тошибы У них оказывается Есть еще один Большой стенд Вот Сейчас вот мы будем Я буду его проходить Ну то есть Видите уже друзья Все Народ Уже Плэйлинг Глобал Знаете какие Как народу Так сказать Много Очень конечно Хорошие стенды Вот Вот стенд Видите Тошиба Второй Стенд Почтаете Еще вот Представление Там тоже Вагоны Макеты Видите Вот стенд О РЖД Друзья Я ни разу его не видел Вы в прямом эфире В перископе Смотрят почти Тысяча человек Что это? Это Это новые дороги Вы РЖД Вы железные дороги А мы небесные Небесно-магнитные Да? Не Мы на железном колесе А Подвиж Да Так что Плубнитесь Все-таки Народу много смотрят Ну тысяча человек Почти Так что А мы Свой делаем У нас Свои две машины Есть Так что Электрические Специальные заветы Для Да Конечно Мы сами Делаем Да 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 Конечно Ну очень много Сейчас у нас Контрактов Очень много Заказов Не еще нигде Мы только Мы только Испытываем Сейчас заканчиваем Монтаж путевой структуры Мы только в октябре Переходим В полевом испытании То есть Соответственно У нас есть предпроекты То есть мы должны Показывать Потом где-то Не Не Мы с Россией Практически не работаем Не Хотя Был У нас Вчера Был вице-губернатор Челябинской области Поедем к ним Заключать соглашение Был вчера Вице-мэр Самары Договорились Как бы о том Что будем заключать Соглашение То есть пока Это все предпроекты Это еще нет Все ждут испытания Мы строим в Минске Ну под Минском Под Минском Отлично Так что Будем дружить домами Давайте Ну вот друзья Видите Заодно и пообщались С коллегами С трансмашхолдинга Очень приятно Я думал уже РЖД Просто увидел символику Вот Ну Заметили Да Три сотрудника Стоят Так сказать Как бы это Вот Так что И вот мы подходим К нашему Уголку Куда нас загнали Мы в углу Вот Это уже наш павильон Как родной Мы здесь уже живем То есть вот Друзья Сименс Ну видите Так народ Что-то вроде ходит Но в основном Вокруг буфета Конечно Видите Вон Буфет Кусуются Как это Чайку Вот Вот Хитачи Хитачи Вот 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 Вон Вон Видите В основном Народ сидит Вон Видите Буфет Бар Вот Так вот Народ Сидит Естественно Друзья Что-то затраты Вот Тошиба Привет Народ уже Видите Узнает На выставке С кем-то Здороваемся Тошиба Кавасаки То есть Это как Нас искать За Сименсом Между Тошибой Кавасаки Вот Туримар Турецкий И вот Подходим Уже С Кавасаки Подходим К Скайвэю Видите Вот Здесь Скайвэй Здесь Живет Скайвэй Всем привет Всем привет То есть Вот сам стенд Видите Наверное Можно сделать Видите Что народ Здесь есть Что-то делает Вот вокруг Весь народ Здесь Да Весь народ С выставки Здесь Все А никто Не расходится Никто Да Никто И не расходится Все же посмотрели Такая энергия Потрясающая Что хочется Быть Не будет Так что Ну вот Друзья Это Вот наши Друзья Со Словакии С Трой Скайвэй С Пасай Гордные Салибы У нас Следующая Конференция Будет Друзья В Словакии На следующей Неделе Так что Мы туда Едем А еще раз Прошел Я просто Выходил На встречу Сейчас Вот И обратно Иду Думаю Ну что Буду Просто так Ходить Надо Хоть Репортаж Надо Показать Ну Репортаж Показался Что И стенды У нас Народ Здесь И никто Не расходится Понимаете Все Здесь Общаются Делают Как вы видите Вот сидит Вот так У нас Нет стульев Нет Кофе Нет Вообще Ничего Только Позитивные Радостные Довольные Энтузиасты Так что Друзья Это просто Я сейчас включился Не Вот Там видите Уже там Скайвей То есть Это Друзья Скажем так Сбор единомышленников Все Приехали Это Очень радует Тут очень позитивно Включался в прямой эфир Анатолий Дарович Юницкий То есть Наверное В перископе Видели Там это Когда там Под камеру Все кто здесь стояли 200 человек На весь павильон Кричали Строй скайвей Спасай планету Друзья Это конечно Впечатляет Я думаю Что Ни немцы Ни японцы Которые здесь Кругом ходят Они конечно Такого не видели И у них вопрос Что это вообще За сообщество людей Такое Постоянно Тусовка Постоянно ходят Постоянно Чет Что-то Там Камеры бегают Снимают Репортажей Очень много Корреспондентов Было очень много Мы даже Не знаем С каких Каналов Откуда Кто Что-то Приходят Снимают Говорят Так что Вот Поэтому Друзья Я конечно Через У нас Три Значит Пол шестого Через два с половиной часа Будет уже у нас Итоговое Подведение Потом Мы сразу Отсюда Переезжаем В наш зал Вот Который мы сделали Сняли В клубе Ну не клуб Это такой ресторан Мимино Вот Там тоже будет Человек 200 Или 300 Где-то у нас Ну тоже Как всегда Люди не купили билеты Нет Сейчас Будем Как-то решать Что Как попасть Тем Кто заранее Не проплачивал Заранее На кого мы не рассчитывали С одной стороны Надо Дисциплинировать С другой стороны Люди приехали Почему мы Это Это Сразу могу Вот видите Показываю В прямом эфире Друзья Дуримар Это Видите Наши Рассаживаются Потихонечку Мы создаем Наполняемость Турецкой компании Чтобы у них вообще Чтобы стыдно Не было им Что у них В зале Вообще не сидят Так вот Там сидят Наши Понимаете То есть Наши сидят В других стендах Чтобы и тем было Ну пустые залы Это же тоже стыдно Понимаете Там вон Канатная дорога Которая Французская Там тоже Наши сидят То есть Наши сидят Везде Вот Ну будем Хоть как-то Я считаю Делать друг другу Полезную работу Мы делаем Наполнение Стендов А наши Хоть чем-то Заняты Тоже Друзья Мелочь Мелочь Так сказать Это приятно Вон Михаил Кириченко Опять пошел Это мы с вами Сейчас подсмотрим За работой Кириченко В жизни Давайте Подсмотрим Куда он пошел Снимать Партизанским методом Посмотрим Что снимает Кириченко Называется Шпионаж В прямом эфире Это мы идем Вдоль поезда Сименс Интересно Куда же Он пошел Презентация Не успел Прочитать Про презентацию В вареной горке Друзья Машины Отсюда едут На выставку Недели транспорта В Минске Где будет Руководство Республики Беларусь А оттуда Уже в Марину горку На Ой что-то Михаил Что-то он Как-то далеко Пошел И уже Так сказать Это Ладно Давайте Мы не будем Долго Так за ним Шпионить Вот я думал Они где-то Что-то снимать Здесь пошли А они Прям направились Куда-то Куда-то Уж очень далеко Ну тогда Давайте друзья Еще пройдемся Уж коли Мы так За выставку Вышли То есть вот Уже такое Представление Это как бы Экспорт Это я чуть Немножко В другом Вышел Сименс Видите Вот Буфеты Бары Транпус Вот Наполняемость Видите Большие Стенды Большие Кубки Это Мы опять Вышли К Сименсу Нашему Вот Это просто Вот еще Представление Просто Чтобы Никогда Нам не говорили Там Что Мы что-то Придумываем Или что Каким-то Образом Это Моция То есть Вот еще раз Ощутите Это вот Все сидят Видите Вот спокойно То есть Так Чинно Пьют Пиво Видите Пиво Прям Вон Сименс Видите Пиво Наливают Так что Мы принципиально К ним Не ходим Вот То есть Это То есть Они Тут Каждый Создает Наполняемость По-своему Вот Так что Вот Поэтому Когда мы Говорим Друзья Что Интерес Не поддельный Люди Которые Приходят Там Они Часами Проводят На Стенде Не Просто Посмотрел Ходил Это Как раз Говорит О том Что К этому Есть Интерес И Это Основное Подтверждение Того Что Вот Видите Вот Мы Подходим К нашему Стенду Виктор Побурин О Уже Видите Народ Улыбается Еще На Подходе Мы Улыбаемся Потому что Мы хотели Как раз У вас Интервью Взять И тут Вы едете Один Без 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 Начинаю Без Да Да Все На Этом Мы Заканчиваем На Сегодня Пол шестого Подведение Итогов А потом Конференция Будет Уже Все Да Все Раздали Ничего Осталось Даже Не хватило Ну Слава Богу Раз взяли, значит каждый буклет должен работать Мы какую-нибудь запись приклеим, так сказать Поэтому Викинги И не только викинги Приветствуем Это наши партнеры, друзья из Норвегии Как оказалось Пошел пообедать И слышал норвежская речь И ребятам отхожу И говорю, вы видели наш стенд И показал им, дал бумажку И приходит, приходит, ой, как круто Заходим в Unibus Там стоит стентофон Как вы думаете, из какой компании они? Из какой? Стентофон У них так челюсти отписаны Так это же наш продукт Тут же поменялись контакты Виктора, с Андреева Говорят, что есть что предложить в дальнейшем Вот такой вот контакт Оказывается у нас электроника стоит с стентофона И мы им показали, где она стоит А ты сказал, что мы планируем 100 миллионов Чтобы таких производить Некоторые детали удержали в секрете Но они были очень, конечно, в пасторе Ну вот видите, вот Друзья, это вы в прямом эфире слышали Такую историю Не то, чтобы придумать Это вот реалии, которые идут сейчас у нас В такое действие Вот оказывается Еще нашли партнеров Прям тут же, быстро С которым мы уже сотрудничаем И таким образом не получили Видите, все улыбающиеся, все довольны А я специально сейчас ходил По стендам показываю Там у Сименсов вокруг бара Пиво наливают Там еще, так сказать, народ толчется вокруг бара Наши сидят у курок Наши сидят у французов Мы им делаем наполняемость Они нам за это предоставляют Бесплатно чай, кофе И посидеть Так что Вот так вот, друзья Да нет, бесплатно не предлагают 3,80 3,80 как шоста Ну все, друзья Давайте тогда до подведения итогов Вы еще, наверное, почувствовали Конечно, тут мне сейчас пишут Есть ли усталость, друзья Усталость просто Устали неимоверно Потому что без перерыва Вопросы, люди подходят То есть задача такая Чтобы приехали И каждый отсюда не уехал Без... Вот вон Виктор ходит уже тоже Видите, глаза у него так Потихоньку Потихонечку ошалевшие Да, так сказать От такого количества общения Конечно, тяжело Конечно, еще 2 часа продержаться Потом уже такая конференция Но она, конечно, уже будет такая, друзья Ужин такой Ужин, да Это больше ужин Фуршет Общение с друзьями И так далее Потому что Я думаю, что все, что можно рассказать Друзья, мы уже все, наверное, рассказали Он видел даже Норвег Приводил Норвежскую компанию Блог, который у нас стоит Стэнтофон Стэнтофон, да Так что Бывают вот такие, друзья Ну, еще раз Видите, вот Дуримар Турецкий Дурлазар Ну, Дурлазар Или Дуримар Нам какая разница Почему? Да, ну, а че же они нас вчера выгнали Они дали нам провести вебинар Прошло Да, после колеса Юнибайка показать Покажите Вот он стоять А, мотор-колесо Да, друзья Сейчас тогда Действительно Что-то я как-то его Вниманием обошли Вот он Это, друзья Как раз Один из основных Ноу-хау Это мотор-колесо То есть Вот сам колесо Которое движется Вот на торт Так сказать Вот тормозная система Вот И она может быть Мощностью От Двух с половиной До пяти киловатт Соответственно, друзья Восемь колес Десять колес Это как раз Суммарная мощность Которая есть И вот таких вот Четыре колеса Вот таких Будут стоять на Юнибайке По-моему Восемь или шестнадцать колес Стоит на Юнибусе Вот В зависимости от Диаметра Они могут быть Разные По И там, друзья Ну, сейчас я не пойду На стенд Фотографии выложим Потом Мы с Алексеем Вчера снимали Я рассказывал Да, что Мы вчера Снимали Мотор-колесо Для трамвая Подвесного То есть Реальный трамвай Который подвешивается На рельсы Вот Но я могу сказать Там мотор-колесо С наш Юнибайкой Вот А мощность То есть А везет этот же трамвай Вот столько же Сколько наш Юнибус Чтобы вы понимали Так вот там Мотор-колесо Это размер Юнибайка Это без преувеличения Вот И вот Наш мотор-колесо Это сам Поэтому это тоже Очень важно понимать Это один из основных элементов Ноу-хау Хотя У нас все ноу-хау У нас Ноу-хау Ноу-хау У нас одно Сплошное Ходячее Сидячее И ездющее Ноу-хау И как раз Все вместе Они дают Тот эффект Тот Систему Которая Сегодня действительно Является Инновацией В сфере транспорта И сейчас уже Как промежуточный итог Можно сказать Что интерес к нам был И продолжается Очень большой Сегодня пошли банкиры Сегодня пошли Инвестиционные фонды Потянулись Приезжают Потому что Им звонят С Иннотранса И говорят Ребята Если не хотите Пройти мимо Приедьте Посмотрите Там демонстрируют Какие-то Инновационные Интересные Что Уже Четыре фонда Ну Четыре Инвестиционных Компании Проходили Вот Вот Друзья Это тоже Как промежуточный Результат Все идет И дальше Этот эффект Будет только Нарастать 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 И Вот уже Две Уже Два Приглашения Официальных Еще на две Выставки Транспортные Это Одна Где Барселоне Одна Барселоне Одна То есть Соответственно Чтобы вы По пятнадцатому Разу Не спрашивали Сейчас На юнибайке Колеса Не стоят Сейчас Стоят Колеса На юнибусе Юнибайк Приехал Без подвески Юнибус Приехал С подвеской Там Ну Может Показать Ничего страшного Там Нет Там Только Вырезы Для колес По пятнадцатому Разу Люди спрашивают По пятнадцатому Понятно Это Самый Тут Весь вопрос Так как Все идет По весу И по это То Сами колеса То есть Установить Мотор Колесо Перед Запуском Это будет Это в общем-то Не так сложно Вот Да Я тоже Что-то по пятьдесят Раз Так сказать Это слышал Причем Друзья Чтобы вы понимали Вот это Сверху Это снимающий Съемный блок То есть Вот это Будет сниматься Заменяться Так сказать Это Поэтому Этот блок Как устроен Это вообще Ну скажем так Это техническая Часть Это Ну как Как двигатель В машине Вас сильно интересует Как он работает Ну вот Друзья Так Теперь ясно Ну хорошо Слава Богу Что ясно Видите Для этого мы Делаем На вопросы отвечаем И Что так сказать Это Да В перископе Да Сейчас Сейчас Тогда заканчиваем Все друзья Давайте тогда Еще Просто сейчас Ряд Общений Встреч Здесь уже Так Которые без перископа Потому что Постоянно транслировать Невозможно Вот Хотя ряд Вот сегодня Было таких Презентаций Там Кто-то записывал В общем-то Все равно Действительно Идет очень много Интересного Полезного На каждое Поэтому Все друзья Давайте до встречи Через два часа На подведение Итогов дня Вот А потом уже Будет у нас Скажем так Конференция Тире Встреча друзей Тире Добрый день Здравствуйте Добрый день Здравствуйте У вас есть Какой-то транспорт Это хорошо Хорошо Какой-то спорт Какой-то Это не даст Коммунито Аккуратно Это Какой-то По 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 Леш Леш, 60 км в час едет на этой тяге. 60 км в час. На педальной тяге. Вы можете ввести до 150 км в час. Это личный транспорт. Сегодня вы можете видеть транспорт для двух людей. Но он будет модель для двух людей. Это будет как смартфон. Многие люди используют сегодня смартфон. Вы согласны? Многие люди используются в транспорт для двух людей. Сюр и сервис. Это будет рацион. Это будет рацион. Это ароматизация, ионизация, массаж. 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 Не в этот модель. Массаж. Скажи, что будет ароматерапия. Ароматерапия. Да. Вы также можете найти вашу ассистенту. Это интеллектуальный артифиций. Как IBM. Вы знаете IBM? Это ординатор. Массаж. Вы как бы с вами все будет. Какие ребята. Очень хорошо. Мы с вашей ассистенту. В Франции? А здесь есть ассистент, потому что вы также приехали в замокле. В unexplainца в пранции. А всего сейчас будет две тысячи человек. Да? Сейчас потом посмотрим сколько было. Понимаете, как это народ лайки ставит? Это в прямой эфир же. Здорово! Нет слов одни. Это уже идет в прямом сутифирме. Здорово, здорово! И запись остается. 12 евро? Да. У нас есть небольшая эфир. А на высоте 70 метров. Км-км. Попробуйте сейчас использовать водопедаль. Это будет более сложный. Ты утяжеление поставил, да? А потом, я смогу увидеть это тоже? Конечно, конечно. Потому что мне интересно для Франции показать всем. Эта запись будет лежать, и она лежит, ее прямо с перископа с хозяйством. Так, давай как интервью скажи, ну как, вставай ближе. Как вы думаете? Я чувствую себя. Может быть, это время? Может быть, это время? В будущем вы можете сказать, что это реальная реальность? Леша сейчас переведет, не переживайте. Да, ну, вот, дорогие друзья, вышли наши дорогие французы, замечательная девушка, Кумана Хлеба, Цога. И действительно чувствует себя подтянутой, мускулистой, в хорошей форме, только покрутив педали на нашем юни-байке. И она уверена, что это не какое-то отдаленное художество, что это появится вот-вот в наших городах. Естественно, желает, чтобы появилось во французских городах. И мы заводим усилие системы транспорта от большой скорости, например, 5-5 километров в поле. У нас есть люди, которые помогут? Да, да. Мы планируем сделать этот проект в 2018 году. И это будет, может быть, у нас есть конкурент, у нас есть конкурент. Мы планируем, который isolated от большой ст play of the world. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Нет. Спасибо. Мы проводimos включение. Как вы что-либо думаете... Ски�로... Плош Stallone. вот это друзья это спрашивает кто это это мотивирует это друзья посетители выставки которые приходят на стенд смотрятся так сказать это и мы показываем делаем рассказываем видите алексей на французском тут много кто кого было они тоже на французском так что конечно конечно тут видите вот это друзья постоянно что люди приходят смотрят это самое вот так ну что друзья не знаю даже сказать что рады мы или не рады вот ходят подведение итогов у нас так что друзья здорово мы воодушевлены skyway лучше нас прошли просто нету все динозавры только показывают колесные пары непонятные в чем но в инновации просто не знаю так что друзья видите все сейчас покажу уже идет демонтаж всех стендов выставка закончилась никого нету то есть народ наверно только вот возле как скайвея все сын конечно друзья вот герой нашего стенда друзья конечно тут все мы сейчас поедем это устали все просто неимоверно это наши инвесторы из германии ну радость да так сказать конечно это поэтому сейчас я дойду все-таки до юнибуса вот персонального эти уже идет демонтаж идет идет разборка стендов уже все 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 закончилось вот вот он конечно один герой нашего сегодняшнего точнее вообще инотранса вот второй герой более внушительный так сказать это поэтому друзья отработали все сейчас мы все собираемся у нас еще конференция будет в в ресторане именно там где соберутся наши партнеры вот эти счет завершающие фото вот поэтому все ходят конечно уже знаете так ну действительно устали тут не будем не скрывать не не гореть тому что столько презентации столько общения столько как бы это но увидите репортажи увидите атмосферу все это ну и так уже показывали друзья просто сейчас уже вот по мере по поверьте уже нет это сил просто на так на эмоцию на что-то так сказать но без поэтому давайте просто вот не нарушать традицию вот я сяду в юнибус персональное пространство так что все его отключили уже да и господи байк не страшно такая дверь открою тогда и это самое там там будет светло его уже отключили друзья от электричества вот поэтому я по традиции в него сяду ой хоть первый раз за день а нет смотри-ка у него свет есть да ну как как он вот мне надо дверь закрыть а ну-ка закрой дверь нет уже отключили его от нет не включается алексей нет все уже от питания отключили его поэтому давайте друзья я просто сидя вот так вот в персональном юнибусе в пространстве mobile personal что от нас требуется как от инвесторов друзья проект развивается поддерживается сегодня были мощнейшие и лидеры мы тоже фотографии репортажи покажем были лидеры сетевого бизнеса которые приходят именно видят сейчас наш как проект привлечение именно строение млм систем это очень интересно были инвесторы вот потянулись виктор говорил показывал инвестиционные фонды которые приходят были банки которые рассматривают уже и которые рассматривают уже проекты сейчас только что шоу да друзья это сейчас я посмотрю если он еще не ушел то постараюсь подойти интервью нет ушел уже только только что только что расстались сейчас был из шоуляя пастор это паства то есть он реальный священник и это как раз тот кто был у нас на первых конференциях когда мы в литве пытались строить дорогу помните было то самое он причем извинился вот он приехал сюда к нам на выставку он инвестор приводит людей извинился крития от лица мэра я вам обязательно расскажу покажу о том что вы делаете а то что потеряла литва и лично и вообще шоуля из-за того что мы ушли из литвы и друзья знаете это дорогого стоит я прям попросил чтобы он вышел как бы на связь когда будет возможность анатолий дворчим прямо-то как сказал что нет никакой обиды ни на шоуляй не на литовский народ вообще то есть было очень много сегодня литовцев латышей и эстонцев он у нас народ сименса пиво и китай пиво покажи в прямом эфире я тебе что это видите друзья хоть сименса бокал пива поиметь так что друзья видите так сказать это молодцы конечно ребята никита вся вся команда игру тут отработали ну увидите все репортажи просто здорово просто здорово и было прямое включение с юницким анатолида что когда он видел тут стояло не за 200 человек все в прямом эфире строй skyway спасай планету вся выставка аж просто в шоке там что что это за русский что это вообще за тусовка что что это что это и вам не раз мы показывали вопрос что вот они сначала нас как-то гоняли турки гоняли потом здесь французы рядом вот с эта дорога они нас не пускали а потом у них пустые стенды никого нету и наш народ стал просто занимать место мы сидели вы взяли кресло за их столами потому что ну хоть как то что у них пустые никого нету а у нас здесь ни одного стула но зато народ просто целый день да были друзья как кстати подходили представители и трансмаш холдинга были представители ржд скоростных железных дорог со всеми как друзья все все идет как надо все идет нормально и пускай там тролли пускай завистники пускай там люди которые будут говорить что это все фигня это все не поедет это все то есть то есть вспомним такие моменты знаете яркие моменты как руслан так гир вчера на слово что год назад мне дали проспекты и вы меня не убедили а дальше игра сейчас как не убедили он говорит вы нет а постучал по юнибайку а вот он да то есть вот основное доказательство основной и опять же приведем слова сименса вице-президента который грит ну хорошая модель а когда покажете образец сидите в образце и это через месяц встанет на ходовые испытания после минской конференции и когда он узнал что юнибус сейчас монтируется путевая структура с пролетом 400 метров и туда и обратно путевая структура без удорожания соответственно он говорит ребята три раза переспросил вы откуда вот сказали с белоруссии он несколько раз спросил белоруссия это россия он говорит нет это белоруссия и он сказал я обязательно приеду к вам гонные испытания то есть были представители сегодня норвежской операционной системы от которой у нас стоит блок он тоже говорит о так это же наше давайте сотрудничать в общем друзья много что было вот поэтому но основное вот что пытались донести мы вам показывали я включался остальные ребята и снимали это друзья атмосфера и к нам я говорю не раз подходили вот наши соседи кто такие мы ни разу не видели технической выставки чтобы было столько счастливых людей все ходят улыбаются обнимаются вот сейчас опять подошли четверо кого сакеров говорят чего чего у вас тут такое то как я говорю ну вот мы развивающаяся компания поэтому много работаем с инвесторами мы должны быть прозрачны должны показывать каждый день свое достижение то чего мы делаем людям потому что мы отвечаем за перед ними ну вот они все четверо стоят махают головами говорят ну конечно круто играет ну вы следующий раз не за но наймите кого-нибудь типа толпа притягивает толпу конечно мы с вами в разных категориях потому что у вас как бы они говорят ну все когда-то были начинающими связывающими с компаниями поэтому как бы удачи пообщались поэтому спасибо вот видите друзья это 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 тоже вот производит впечатление понимаете это вот вы с первых уст и вы видите там виктор просто я могу сказать они с родом просто не отходя он рот сидит тоже так сказать я уже показывал молодец и просто вот снимаю там шляпки я не знаю там все искренне такое уважение что человек все таки в возрасте 70 лет человек который постоянно интервью на стенде фотографируется дает автографы рассказывает о скайве очень причем искренне друзья это это просто вот находка и я считаю что то что такая идея пришла на туль дуарович попросил и урод согласился вот именно это конечно друзья здорово просто вот юницкий сейчас в этом видели в чатах он выкладывает уже все идет монтаж работа ну вот настолько как бы положение ну и дальше уже такие вот основные какие вывод ну основные достижения друзья это мировая презентация мы реально заедились на мировой выставке и нас не то что заметили все реально оценили что да это будущее да ну первое что друзья мы заявились о том что мы есть и это отрицать уже бесполезно все столь да вы есть естественно говорят но когда поедет когда без друзья и поедет теперь все через месяц покажем начнет все будет и скорость 100 200 300 500 800 1000 1250 все будет но друзья со временем и поэтому сейчас мы говорим да когда поедет через месяц да когда какие-то дети скорости тоже у нас определенный график есть нельзя все разом показать как бы вы не хотели если вы даже соберете девять девушек ребенка за один месяц они все равно не сделают все равно это однажды девять месяцев поэтому есть друзья процессы которые можно ускорить есть процессы которые невозможно ускорить мы это делаем и шаг за шагом понимаете когда тут все я говорю мята вот зацените скажем так вот на юницкого усилия который об этом говорит о нашей команды которая начала там три года назад об этом рассказывать показывать когда ничего этого не было по сегодня было много людей которые были на нашей первой конференции в москве которые были на первой конференции и они говорят вот вы горят еще даже год назад когда вы говорили что это будет думали что это какая-то отдаленная фантастика а когда сидишь в юнибусе крутишь педали видите так сказать в очередной раз вот и это вырабатывает 0 2 киловатта то есть и на этом эта машина будет ехать 60 километров в час друзья мы можем сказать что где фантастика то вот он рельс вот это вот идет монтаж вот смотрите здесь рельс мы смонтировать не можем поэтому для этого надо будет приехать марину горку и все это посмотреть но не верите сейчас вы подождите месяц два три не верите будете думать что потом сдует но приедете еще подождитесь первого проекта вот рот презентует следующий проект можно попарать подробнее про охранный модуль друзья посмотрите про него есть целый репортаж и сейчас вот он стоит тут у меня ведь тут про охранный модуль спрашивают лучший охранный модуль вот он ездит вдоль забора это маленькая модель юнибайка то есть вот там вот ездит у нас модели один к десяти а это один к тому уже машина которая выполняет определенные функции это может машина можно в нее постановить установить просто как бы грузовую часть и уже перевозить она может там до миллиона тонн в год уже возить вот грузов да то есть это то есть это реально друзья уже машина это тележка а вот что туда крепится это уже зависит от вашего желания поэтому интерес сейчас ведутся переговоры с белорусским мчс установил установки интеллектуального интеллектуального ограждения вокруг атомной станции который сейчас нет 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 там сначала аэропорта ну сначала порт сет разрешение это разрешение да то есть весь вопрос что в принципе вопрос о том чтобы это охраняло особо важные объекты потому что это интеллект потому что это большое количество датчиков так и когда будет очередной фестиваль в горке будет в апреле очередной фестиваль мы приурочивание как всегда будет годовщине развития и чуть-чуть между прочим отпразднуем день рождения я думаю что это его сегодня триумф потому что все признали что инженеры это очень достойно и очень правильно что представлял здесь технологию ротхук анатолий дуарыш будет это представлять уже инвестором мариной горки потому что здесь все таки был уровень больше такой демонстрационный это был уровень пропагандистки и не совсем и точнее было абсолютно правильно что автор и генеральный директор генеральный конструктор будет представлять это действующие образцы уже на полигоне а здесь очень достойная команда то есть ротхук с виктором я могу сказать это просто связка не это видели что мы михаил это итальянский немецкий виктор английский самую миллиону леша французский на всех языках все было очень я могу сказать народу было действительно много интерес как раз когда анатолий дуарыш звонил мы здесь стояли мы все прям ему это самое тут 200 наверное как крикнули строй skyway спасай планету это конечно друзья это такого дорогого стоит как он сказал что эти ходили к нам из сименса из кавасаки из ташиба что вот тут такое показываете кто вы такие почему здесь только народу все ходят целуются обнимаются кричат он гонками машину показывает так радует что вы ее показываете мы ее сделали понимаете а учатом когда машины показывают у нас никто так не радуется понимаете и друзья это наше детище мы все это сделали мы участвовали в этом, каждый из вас, друзья, кто в проекте, вы сопричастны к этому проекту, все сопричастны, без каждого, понимаете, я когда проводил первую конференцию в марте 14-го года в гостинице университетской у нас в Москве, и когда встала одна женщина и говорит, я могу инвестировать в свои пенсии тысячу рублей в месяц, у меня больше нет, и что моя тысяча может вам дать, ведь это же ничто, так вот, друзья, оказалось сейчас, что вот именно вот такие бабушки, вот такие пенсионерки, вот такие студенты, вообще люди, которые инвестируют по тысячу рублей, благодаря им все это и происходит, это, друзья, реальность, и мы это сделали, это запущено, поэтому здесь я могу сказать, что, включу просто, чтобы вы понимали, что здесь на стенде дальше происходит, видите, уже идет монтаж, работа, разборка, вот, так сказать, это, да, друзья, действительно, что здесь можно сказать, и с мира по нитку рубашка, это краудинвестинг, вместе мы сила, мы объединяем мир, это все, друзья, то, что сегодня делается, и то, что сегодня происходит, потому что мы это сделали, мы это показали, но, конечно, друзья, это промежуток, это важный этап, это мировая презентация, то есть, по итогам конференции берлинской будет выпущен журнал, это топ-50 компаний, представленные на инотрансе, вот, то есть, чтобы вы понимали, здесь представлено 2670 компаний, еще раз повторюсь, 2670 компаний, и как вы думаете, Skyway будет в топе 50 или нет? Угадайте с одного раза, даже не буду долго спрашивать и недолго мучить, поэтому не могу гарантированно сказать, на каком месте там мы будем в этом топе 50, но, друзья, для мировой премьеры, для компании, которая имеет только один бюджетный стенд, это тоже же здесь считается, знаете, такое правило плохого тона, потому что 50 метров, когда приглашают, дают бесплатно, остальное надо докупать, так вот, стенд Hitachi напротив Kawasaki, это миллион долларов, у Siemens 2 миллиона долларов, у нас, друзья, бесплатно, мы взяли, сколько нам дали, 50 метров бесплатно, поставили свои машины и больше ни копейки не платили, понимаете? Поэтому подход еще у всех таких компаний, это такое, что вы бедные, вы нищие, вы неудачники, этот подход, у нас, друзья, совсем другой подход, у нас 50 бюджетных метров, мы минимум за это забыли, у нас нет кофе, нет чего, а народ был весь у нас, и здесь все стояли, и вот это, друзья, наш ответ, который, да, наши ребята ходят в пиво как Siemens, ну и что, вот, так что, вот, понимаете, на Экспо-2017 будете участвовать, ведутся переговоры, к нам приезжали представители премьер-министра Казахстана, вот, и будем ли мы участвовать, не будем, это будет вот решено в ближайшее время. Друзья, у нас сегодня родился основной концепт, который мы будем говорить, то есть, когда нам говорят про, сейчас еще остановлюсь, тут про сертификацию много говорили, там кто-то мутит в интернате сейчас, это о том, что вы не сертифицируете коды, уйдет, еще что-нибудь, я просто могу сказать, ребята, не несите ерунду, если не знаете, о чем говорите, не несите, и не выглядите идиотами, понимаете? Про сертификацию чуть позже. Так вот, друзья, у нас основной сегодня родился концепт, мы идем только туда, куда нас зовут. Мы не набиваемся. Стань здесь, стань здесь, стань здесь, стань здесь. Жень, Жень, стань, не нервничай, просто говори. Что ты тут так скрытишь? Сидитесь там. Да-да-да-да, тут, так сказать, вы что-то сильно шумно разбираете, так сказать. Я тебе помогу. А, это, свет, света нету. Так он будет, а, ну... Мы же все отключили машину, так сказать. Да-да-да, ничего страшного, так сказать, просто это шумно. Ну, если закрыть дверь, друзья, будет темно. А нельзя свет включить ее, то мы-то выдернули уже, да? Он уже отключен. А, ну все, его выклубнее, все, друзья, просто уже вот у нас сидит главный... Можно вас показать? Это главный наш по технике, что он за все отвечает? Вот, рабочий процесс, да, тут все это самое, ничего это самое. Все нормально, друзья, все идет по плану, все, так сказать, это... Вот, поэтому эти все моменты, которые я говорил, что по небольшой площади это зазорно для крупных компаний, что бюджетно, все... У нас другая ситуация. Нам нечего позориться, нам нечего скрывать, нам нечего колотить понты. Мы делаем так, как делал. И реально результат, это люди приходят, делают, инвесторы, контракты... Аусвайс, Дергебен Ауски, пошли, все. Еще раз. Нет, больше не буду. Все, пойдемте, у нас сейчас уже еще мероприятие, поэтому... Да, да. Тут как... Так, а где мой портфель? Где мой? Леша, а где мой портфель, а? Так, сейчас, друзья, я найду свой портфель. Вот. Мы... Ну, я еще тогда... Сейчас это окончательное... Это мы... Юнибусы... Видите, уже все, стойки разобраны, все как бы... Все идет демонтаж, отсюда быстренько надо... Настя, ну ты, конечно, героиня Skyway, потому что Настя, как она... А это, кстати, друзья, это главный дизайнер нашего юнибайка. Прошу любить и жаловать, чтобы вы знали своих героев лицо. Я портфель свой поищу, я где-то здесь его... Вы какой портфель ищите? Вон тот, нет, не тот, маленький такой. Маленький плоский портфель. Так, так, так. Сейчас я посмотрю. Вот так, друзья, тут просто рабочий уже процесс. Если я сейчас свой портфель не заберу, я его... А, вот он, нашел. Нашел. Так, ну все, друзья, вам всем большое спасибо. Все молодцы. Все, так сказать, как бы это все, видите, это друзья, которые... Ребята, которые здесь не спали ночами, когда монтировали. Теперь, которые это... Так что, желаем вам всем удачи. Все, друзья, все, спасибо за работу. Пошли. Пойдем. Пойдем. И мне вопрос. Я хочу купить одну из этих унитов. Какой бренд? Какой бренд? Батарейка. Какой бренд? Я не знаю. Сам Курен. Кумо. 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 И есть ли... Я просто хочу попрощаться со всеми, ротхук уже пошел. Михаил, благодарю просто от всех за работу, просто колоссальную работу. Вы видите, просто неподдельно могу сказать, вот прям Михаилу видно, как он чуть-чуть устал. Причем я думаю, что настолько, что это просто неимоверно. Вот, поэтому, друзья... Так. Скайвей. Все, всем до свидания. Молодцы. Чао, чао, чао. Молодцы. Хаил, давайте. Счастливо. Еще раз, друзья, большое спасибо от всех. Народ просто счастлив. Вон весь это сам. Поэтому, друзья, молодцы, сделали огромную работу. Спасибо. Все. Спасибо. Вот идет разбор. То есть, вот еще раз два героя нашего фестиваля. Юнибайк, Юнибус, Юнибайк. Кирсия. Анастасия. И главный дизайнер Юнибайка. Все, друзья, я побежал. У нас сейчас конференция догонять рода Хука. Михаил, спасай планету. Все. Ну, да, да, да. Давай, мы тебя там ждем. Так что, это, чуть-чуть еще осталось, Михаил. Еще часа два и все. Не пройдет и года. Да, не пройдет и года. Все, друзья, я побежал догонять рода Хука с Виктором Алексеем. Мы едем сейчас дальше. Вот, вот они стоят, меня ждут. Я просто хотел попрощаться, чтобы вы видели в прямом эфире. Вот. Так что, начинаю чувствовать себя уже каким-то таким журналистом. Стримером. Стримером, да. Не, ну, кстати, Сергей Анатольевич попал в первые 200 перископчиков. Перископчиков. Да. Сегодня статистику эту увидел. Сергей Анатольевич, первые десятку. Ха-ха-ха. Да, друзья. То есть, ну, это, опять же, это все возможности проекта. Это все благодаря Skyway, потому что к нему есть большой интерес. Опять же, скажите, что было бы интересного, что я говорил, если бы за этим не стоял Skyway, не стоял Юницкий с этим величайшим открытием, не стоял Ротхук. Привет. Мы все продолжаем. Мы все продолжаем. Да. Да, у нас еще, я говорю, мы сейчас перемещаемся на конференцию. Здесь уже идет все, разборка всех стендов. Вот. Так что... Ну, друзья, я действительно... Почему сейчас была вот эта цель, там, показать, все сделать? Я читаю очень много отзывов, мне пишут. Действительно, друзья, это интересно. То есть вот в таком режиме Перископ нам дал просто такую возможность, когда... На других стендах только проходом мы смогли поучаствовать, потому что времени не было. Да, вот. И вот эта работа, которая была проведена именно с инвесторами, со всеми, то есть люди приехали просто убедиться, что... Значит, поэтому, друзья, ну тут про Род Хука я говорил уже, это просто... Друзья, я считаю, что... Кстати, очень такой интересный момент. Мне было интересно мнение Рода Хука, через сколько у нас будет построен первый миллион километров. Он сказал, через 10 лет. Ну, я бы поспорил, конечно, друзья, у меня на это есть свое мнение. Вот, я думаю, что... Ну, 10 лет, в принципе, тоже неплохо. Да, вообще неплохо. Но, друзья, я вам потом расскажу, построено будет быстрее, но мнение Род Хука очень важно. И роботами. Да, просто будем говорить так, что это будет построено еще и без роботов, которых мы будем создавать. А роботы будут строить быстрее. В прямом эфире, это охрана, все, так сказать, это... Перископ, прямой эфир. Да, все, всем пока. Ну, вот, друзья. Поэтому интерес к проекту, он действительно очень такой серьезный. И то, что Перископ дал такую возможность, я считаю, ну, это во всяком случае интересно. Но все равно основной как бы момент, и это все-таки содержание, это все-таки технология. И быть сопричастным еще и к созданию технологии, и к созданию новой концепции, и к созданию всего, наверное, нового. Вот, это как раз, друзья, ответ на очень многие вопросы. Это вот одних из первых инвесторов на наших конференциях, которые вкладывали по тысяче рублей там со своей пенсии три года назад. И здесь как раз вопрос, а чем можно быть полезным? И вот как раз сегодня создан механизм именно благодаря нашей краудинвестинговой системе, благодаря вот этой работе, которую мы делаем, когда каждый своим посильным вкладом может делать общее дело. И мы, друзья, это делаем. И сейчас почему у всех настроение, почему все видят. И вот были инвесторы с Латвии, вот хотел рассказать, я не успел просто, я, помните, в предыдущем вот сейчас включении, приехал. Кстати, Витя, ты общался, приехал пастор с Шауляя? Да, да, конечно. Да, подходил, это самое. И он подошел, он говорит, ребята, я вам передаю от всего там своего прихода, от всей паства, там вам поздравления. Я обязательно покажу мэру все эти фотографии. Он очень жалеет, что вы ушли из Шауляя, что заставили, что мы тут ни при чем, друзья, это политика, это большая политика. И примите наши, так сказать, ну там, как бы вам респекта за то, что вы это сделали, уважение, мы все это. И у нас очень много инвесторов, очень много инвесторов из Шауляя. Друзья, я могу сказать, это, ну, дорогого стоит, ради этого стоит, так сказать, это. И, естественно, что очень много было передано слов, поздравлений, пожеланий именно Юницкому, как инженеру, как человеку все это создавшему, как человек, который объединил вокруг себя такое количество людей. Вот, то есть мы, видите, садимся в такси, вот, едем, едем дальше на конференцию. Так что, друзья, я сейчас, наверное, буду отключаться, потому что звук пропадет. Ну, все, друзья, давайте на этом, наверное, мы вот эту часть будем заканчивать. Не знаю, получится, не получится включиться с трансляцией в нашей конференции. Поним, получится, там Wi-Fi есть. Там Wi-Fi есть, да. Алексей говорит, что там есть Wi-Fi. Вот мы идем. Ну, тогда давайте, друзья, будем... Что-нибудь неадекватно пишут, да? Ну, что-то, что-то, что-то входят, да, какие-то, знаете, так сказать. Ну, опять же, что нам... Во-первых, Перископ рассчитан так, что предлагает Виктор отключать чат, когда идет. Но все-таки, ребята, вот, ну, скажем, вот эмоция, то, что пишут, я считаю, это важнее, чем там несколько придурков, которые залетают и пишут какую-нибудь ерунду. Вот, так что давайте спокойно. Мы уже, видите, вы их уже, мы их уже можем отличать. А нам, друзья, особенно после этой выставки, мы реально в топ-50, реально, друзья. Ну, я хотел, конечно, интригу из этого сделать. Давайте поспорим или давайте по ставке поставим, попадем ли мы в топ-50 или не попадем. А будет такое, да? Вот, так что... 60 от 60 будет. 60 компаний из 60 стран. Да. А, Виктор говорит, будет 60 компаний из 60 стран в этом топе. Но, чтобы было понятно, участвовало 2670 компаний. Правильно, Виктор? Ну, 2700, что-то там такого. Ну, где-то, да, вот такие... Ну, как Виктор тут, как всегда, как инженер, правая рука инженера Юницкого, всегда уточняет, что где-то все-таки не 2670, а 2700 компаний, ну, хорошо, пускай будет 2000... Убрали мы этого бойца, который тут матом пишет. Ну, что делать, ребята? Неадекватных людей много, сумасшедших много, придурков тоже много. Ничего в этом страшного нет, не обращайте внимания, даже заходят они иногда к нам. Ну, все, друзья, давайте тогда на этом делаем перерыв, если получится. еще включиться. Вот это подведение, мы уехали с Инотранса. Впечатление, я могу сказать, от такой мировой презентации хорошее. Результаты... Не сказать, что они превзошли все наши ожидания. Это неправильно было сказать, потому что мы ожидали, мы знали, что это будет очень важно, очень значимо. Но поучаствовать в этом и увидеть это все своими глазами, друзья, очень-очень здорово. Вот, поэтому... Ну, самый гвоздь программы это Юнибайк. Да, да, друзья. И здесь, ну, Юнибайк и Юнибус, то есть их там сейчас трудно как бы говорить, что один важнее другого. Это все-таки... Ну, Юнибайк имеется в виду Юнибус, Юнибус имеется в виду Юнибайк. Поэтому еще раз вспомним Руслану... Ну что, дорогие друзья, я правда могу поздравить нас с огромным успехом. Я правда могу сказать, что сегодня на стенде мы показали уникальную технологию на мировой инновационной выставке. Таких не было здесь показано. То есть, если вас как-нибудь в жизни спросят, были ли вы причастны к уникальному моменту в истории, да, ваш ответ четко и твердо должен быть, да, потому что это именно был и есть этот момент. На этой выставке были представлены и передовые разработчики, со всего мира, в области рельсового транспорта, монорельсовых компаний, компаний, занимающихся перевозкой с помощью кейблкар, сейчас изменю, ну, канадные дороги, да, канадные дороги. И было интересно, конечно, смотреть за передовой транспортной наукой мировой, потому что все-таки Беларусь не является в этом плане направлением основным развития, там, инновационного транспорта, не являлась. Но смешнее всего и интереснее всего было наблюдать, когда в конце каждого дня конференции, в 6 часов звучала музыка, все начинали сворачивать свои стенды. Участники конференции, посетители, ну, больше, естественно, участники конференции устремлялись к выходу и шли к ближайшей станции метро. И когда ты подходил к этой станции метро, ты видел вот эти вот brilliant minds, светочи, транспортные науки, людей в дорогих пиджаках, загорелых, красивых, CEO разных компаний. Сергей Атошевич, я вам не мешаю? Я просто зал попросил показать, пока переводили. Вот, и этих людей, которые являют собой будущее транспортной науки, все они толпятся на старой станции ЭСБАН, электрички, и все пытаются залезть толпой в старый поезд, который над нами сейчас громыхает. So, it was very interesting to see all these people that embody and represent the future of the transportation signs, why not? How they enter the metro station, the ЭСБАН station, and how they queue up in order to mount an old train like the one that we hear every now and then that's passing on top. Все зажаты как сельди почки, не с первого раза удается залезть в этот громыхающий поезд. Это говорит о том, что даже на инновационной выставке Иннотранс нет четкого ответа, каким должен быть транспорт, чтобы отвечать вызовом того времени, которое идет, которое уже наступило. Иннотранс они стоят как херрикс в кем в машинах ЭСБАН и это символизирует то, что даже эта экспедиция не имеет ответа к вопросам возникновенной проблемой современной транспортной системы. С нашим уважаемым коллегой и мистером Хуком мы были на церемонии открытия и слушали внимательно, что говорило и европейский комиссар по транспорту, глава Дойч Бан, глава канадской железной дороги. Виктор диджитализация, оцифровка транспортных технологий. Мы говорим о форме зеромобилительности, диджитализации транспортных технологий. Но по факту глава канадской железной дороги например ставил себе в заслугу как самое инновационное что он сделал это вай-фай в поездах. но глава канадской сервис назвал его высокий и больший и最 важный достижение вай-фай в канадских транспортах. У меня вообще стало ощущение, что выставкой на транс это, ну, по мнению присутствующих там, инновация в транспорте это взять железнодорожный поезд, набить его компьютерами, набить его software последними разработками и выпустить на рельс. Вы сами отлично понимаете, что это никакое не решение проблемы. Это не решение проблемы ни дороговизны инфраструктуры, ни ее экологичности, ни ее возможности перевозить в большие объемы людей, ни этой самой мобильности 4.0. And do you understand yourself that in no way there are answers to the problems that lay ahead of the existing transportation problems, meaning that it does not render the cost of transportation, or it does not make it more ecological, nor faster than it is now. Вице-президент компании Sinus, который заглянул на наш стенд буквально ненадолго, я провел ему быструю презентацию, сказал очень интересную мысль. Вообще, очень полезно находиться в, скажем так, в среде одновременно думающих людей. Они очень позитивно реагируют на технологию, потому что мы все-таки являемся среди них белой вороной, мы настоящие визионеры, мы настоящая инновация. He said that he had a very interesting experience when he presented our technology to vice-president of Simmons, when he visited our booth. And it is very interesting to observe how thinking people, the high-ups, think, and what they tell you while they talk. Он сказал, он выслушал все внимательно, быстро схватывал, вопросов почти не возникало, потому что, ну, мне кажется, мы очень наглядно отразили все ключевые составляющие нашей технологии на нашем стенде. И он сказал то, что, ребята, вот вы похожи максимально из всего того, что я раньше видел, вот на именно ту недостающую часть цепочки, которая поможет вы перейти от вот... поездов, которые пришли к нам из прошлой эры, и вот... And we think that we have fulfilled our plan 200%, and you must understand that in this achievement there's a bit of contribution of each and every one of you. Я сегодня с большой радостью наблюдал за... Я сегодня с большой радостью наблюдал, когда люди приходили на стенд и видели вот то, что мы презентуем, наши инвесторы, наши сторонники. Я отлично понимал, через какие сложные испытания вы прошли, когда волны скептицизма, негатива, вы должны преодолевать людскую неуверенность, страх и прочие негативные вещи. И когда люди видели, что это уже не компьютерный дизайн, а это настоящее, то, что вы сделали не своими руками, но благодаря вами это сделано, и это реально, и в ближайшее время, вы сами знаете, все это начнет уже развиваться все больше, больше и больше. И это было очень важно, чтобы видеть, что люди видели и чувствовали, что это не более компьютерная реальность, что все это происходит. Так что, еще раз я хочу всех вас поблагодарить за ваш вклад. Мы сделали сегодня огромное дело. Я благодарен той команде, которая была со мной с самого начала здесь, в Берлине, когда мы начали строить стенд, когда мы привезли сюда все оборудование. Ну, друзья, еще раз большое спасибо. Строй SkyWay. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо большое. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Рот вспоминает, как началось, как он пришел в проект. Около двух лет назад он получил письмо от одной женщины, которая живет в Австралии, которая имеет корни в Беларуси. Она написала ему об этом проекте, и он долго не мог решить, что ему делать с этим письмом. Или просто проигнорировать, или действительно уделить внимание. Я ответил на э-майл. Это ведет к телефону, это ведет к встрече в моем офисе. Это ведет нас к стажей, через Людмила, сцена на скайпе с Виктором, с Аннатоли. Как и все австралии, я очень уверен, что я говорил очень громко, когда я говорил с Аннатоли, в том, чтобы он меня понимал. Значит, это все привело к тому, что он ответил на это письмо по электронной почте, после этого был телефонный звонок, после этого были объяснения, представления проекта, затем по скайпу, по телефону и всеми другими способами он начал общаться с Виктором и с Аннатолием. Ну, результат вы, в общем-то, все дальнейшие знаете. Мы были интересны. Мы решили, что этот продукт был лег, но я думал, что нет возможности меня принимать это в Австралии, если я на австралии, и я на австралии, и я на австралии, и я на австралии, и я на австралии. И мы посетили Беларусь, мы посетили Минкс, мы видели работа на тест-сайт, но больше, чем это, мы посетили все инженеры и увидели невероятные детали, которые были присоединены в Минкс. Значит, он понял, что у проекта есть перспектива, но понимал, что не посетив Беларусь, он не сможет его продвигать, потому что первое, что его спросят, а ты сам-то был там, сам-то это видел, поэтому он сел на самолет и полетел в Беларусь, и встретился с людьми, которые создают проект, посетил Эко-технопарк, где началось строительство, и с инженерами, которые работают в компании, прошелся по всем подробностям, по всем цифрам проекта. So we returned from Minsk in September last year, and I started to talk publicly about this new development called Skyway. I'm getting coverage in media, I'm doing radio interviews, there are articles in newspapers, we're doing TV, we are introducing someone, something new, and not many people knew what I was talking about. I think then, as even now, there are some who still think in Australia that we're dealing with something that is futuristic, that they don't think will ever happen. Хотя он думает, что еще остались в Австралии люди, которые считают, что то, о чем он рассказывает, это что-то футуристическое, то, что никогда не произойдет. Есть и другие, которые имеют определенный циничный подход к этой проблеме, которые говорят, но раз ты этим занимаешься, то у этого дела есть шансы на успех. Но есть и такие, которые говорят, нам это нравится, мы считаем, что это великолепно, пожалуйста, найдите способ для того, чтобы воплотить это в жизнь. И он потрясен тем интересом и тем уровнем оповещенности людей о нашем проекте, несмотря на то, что до сих пор он не мог никому из них продемонстрировать в действии системы. SkyWay, то есть ответить на вопрос, покажи, где это и как это работает. И он очень вдохновлен тем фактом, что в ближайшие два месяца в Беларуси начнет функционировать опытный участок, испытательный центр SkyWay. И после этого начнется строительство подобного же, хотя в меньшем масштабе, участка в Австралии. И на подобные вопросы он сможет ответить. Поехали, я покажу тебе. Итак, пару слов об Австралии. Самое главное, они очень далеко. Полет длится 20 часов, с учетом подготовки и всего остального еще дольше. Но если вы в состоянии хорошо спать в самолете, то добро пожаловать в Австралию. Всегда можете приехать и навестить его. Мы очень большая страна. Ее площадь составляет примерно 75% от площади всей Европы. Но население там 24 миллиона человек. То есть это примерно 3% европейского. В Австралии используется в качестве основного транспорта традиционная устаревшая железная дорога, то есть рельсы на шпалах, которые в свою очередь на балласте. Может быть я не тот термин использую, но это он его употребляет. То есть никаких особых инноваций вы здесь не увидите. Итак, нет чего-то такого, что надо было бы замещать и прочее. Мы начинаем с самого низа. У нас есть большой потенциал, потому что огромная часть Австралии не освоена и выглядит так, как вы сейчас видите на экране. Если необходимо построить дорогу, допустим, чтобы какие-то товары довести до порта, то условия географические таковы, что каждый год или два года максимум эта дорога участник дороги будет смываться. И смываться будет не 30 метров, а 30 километров. So you can see the potential of skyway in the outback, as you can see the potential of the skyway in our pastoral land. We have a lot of farming activity, and we have sheep, and we have cows, and we have crops. What Skyway offers is the ability to breach those areas, to have mobility through those areas, without alienating farms, and without dividing communities. And we have cities with roads and streets, А также в Австралии есть города с улицами и дорогами, и, как правило, в качестве общественного транспорта в Австралии используются трамваи, потому что люди привыкли и любят их. И поэтому мы говорим, что если вы выберете SkyWay, то вам не нужно будет делать насыпь для трамвая, не надо будет сужать, проезжую часть, хотя по этой фотографии, как говорит Рот, вам может показаться, что никакого движения там особого нет. Мы предлагаем сделать подобную схему движения и передвигаться на втором уровне, то есть по эстакаде. Again, I've made presentations on this in public meetings, in council meetings, road called only road, a council office, a major shopping center, the opportunity for SkyWay not to congest the road, only two lanes, and then to work with a stop that would give access across the road and also service SkyWay customers. Он во многих очень местах делал презентации, где показывал подобные изображения, которые вы видели сейчас, о том, что можно связать все эти места и посадку, и передвижение сделать на верхнем уровне так, чтобы внизу не занимать большую часть территории. So we have opportunities in our cities, but it requires us to change our way of thinking. We have opportunities up the eastern seaboard of Australia, because more than half our population is in that access between Melbourne and Sydney. We don't have any high-speed rail. People have talked about it for decades. SkyWay offers a solution that is largely a great independent, and we will be talking about that opportunity. Once you make that connection, it's not far for another connection to Adelaide, or a connection from Sydney to Brisbane, and the major population in Australia is being connected by high-speed rail. A change in transport in Australia, because no one catches the train between Melbourne and Sydney. It's too slow. It doesn't even run very often. They catch planes. 500 km an hour SkyWay changes the game. So if we can connect with this route, the other way to Brisbane, and the other way to Adelaide, then it will be very useful, very useful. Because now the vehicles are quite very fast, they are changing the route, and the only option is flying the route. So SkyWay has had huge perspectives. And if we combine these four cities, which he mentioned, то правила игры изменятся на целом континенте. На этом слайде вы видите список месторождений полезных ископаемых, которые также все являются нашими потенциальными клиентами в следующие 2-5 лет. Орб 7-1, точнее, все один из них не нужны продукты, которые должны быть использованы к маркетинку. Орб 7-1 на дороге, тако они не нужны продукты, которые должны быть использованы на маркетинг. Every mine is a potential opportunity for Skyway because there's no roads out there and largely no rail. And in conclusion, the last opportunity I want to identify, which I think is an exciting one for us in Australia, and hopefully exciting for everyone involved with our colleagues from Belarus, everyone involved with Skyway, is that we know that 60% of the children of the world live within the tropics. From the southern tropic up to the northern, within that area where the equator is, 60% of our children live in that area. 90% of those live in the Asian region, not far from Australia. And they need to be fed, they need protein, and they need resources. In the northern part of Australia, we have less than one million people living across the north of Australia. Most of them are down the eastern seaport. This is largely virgin land. This is largely uninhabited. It has very high rainfall. It is in the tropics. We have to have an opportunity in Australia to make this the food bowl and the resource bowl for the future of the Asian region. But we don't have infrastructure there. The government has recognized... Oh, sorry. I'm a professional, exactly. It's okay. I'm a professional, no thing. Okay, as far as he is, maybe, stop. That's right. People are saying that 60% of the children are living between these regions, between the tropics of the kajiroga and the raka. И 90% сосредоточены и здесь. И всех надо кормить, обеспечивать всем необходимым. И еще он говорит, вот эта часть Австралии на севере, она практически является целиной пустыней. Население здесь всего лишь 1 миллион человек на такой огромной территории. Территория эта, поскольку она тропическая, имеет огромное количество осадков. И, как говорит Рот, возможно ее сделать житницей, которая будет кормить весь азиатский регион. Для этого необходима инфраструктура, которой пока нет. Ну, к чему он идет, можно догадаться, но здесь он сделал паузу. Паузу. So many of those exhibitors were wanting to sell their product. We were selling largely an idea that's got quality and we were selling an idea that has legs because you can see it taking shape. There's the rolling stock now being produced and we will have the test site, these guys will have the test site operating within a couple of months. I've said a couple of things that are important for us in Australia, one is I was the only engineer that went in September last year. I wanted to make sure that I could get other engineers in Australia understanding this technology and I took two other engineers back with me in June, four months ago, to visit and go through the same process I did and they are convinced. You got it. So I was right, I think that it will bring you to the point that SkyWay has a great perspective. That's why we, as the other members of the exhibition, came here, to sell their product. But if they already have what to offer, the technology, then we still have the idea of the promise. Now our idea of the promise is that we saw all those who visited the exhibition in Berlin. So we visited, we went through the process, I've got now other engineers convinced this will work. Of course I need to get approval. Of course I need if I'm carrying people to go through the rail regulator. to deliver all the accreditation. But there's now a gathering team around us to help make this happen. He needed people to confirm his confidence that the project is capable, that it is really innovative, that it is real, that it is real, that it is real. And they also needed him to be able to transfer all the standards, the Belarusian standards to Australia. And with this goal, he brought all the engineers and they all agree with it. And they actually do. Anatoly has agreed that to help us go to the next level, a test site in Australia will be brilliant. We are identifying a site, we look to build that by the middle of next year. Anatoly has agreed that it is a great idea to build a small испытational polygon in Australia. The agreement was achieved. And as the ROAD, in the middle of the next year, will something be able to do with the place? No, it will be built. Aro. 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 И он уверен, что после этого, примерно, как он рассчитывает, к 2018 году, после того, как будет построен тестовые проекты, и участок в Австралии будет заключено большое количество коммерчески выгодных контрактов, и Австралия станет поддерживать белорусский проект так же, как вы все поддерживаете SkyWay. Ротхук благодарит вас всех за ваше гостеприимство, за то, что так тепло к нему отнеслись, что такое внимание ему уделили, что столько раз подходили с просьбой взять автограф или сфотографироваться, и он уверен, что мы все вместе продолжим трудиться на благо нашего общего проекта. Спасибо. 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 Спасибо.